Здесь, за кулисами актового зала, с каждым мгновением нарастает волнительное ожидание. Последние штрихи к вечернему образу и буквально через пару минут самые красивые, умные, талантливые и уверенные в себе девушки начнут борьбу за корону и титул Королевы студенчества Брестского государственного университета имени Пушкина. Я представляю факультет иностранных языков. На самом деле, конкурс для меня – это скорее опыт выступлений, стрессовых обстановок и подготовки. Все-таки конкурсные задания были очень разноплановые. Нужно показать и ораторские умения, и работу с камерой. Также творческое начало в себе, если оно есть. У каждой девочки оно разное. Лично я буду петь на своем творческом номере и считаю, что коллектив у нас собрался очень классный и дружный. Не скажу, что девочки пытаются насолить друг другу, но конкуренция чувствуется. Все-таки конкурс красоты как-никак. Решила, что на первом конкурсе нужно все-таки показать себя. Показать себя всему университету, показать, на что я способна. На творческом номере я буду представлять арт-рисунок. Буду рисовать свою маму, это будет сюрприз небольшой. А сюрпризы начались буквально сразу. Участницы раскрывали свои таланты на четырех этапах. Ярко и смело рассказывали о себе в визитке. Демонстрировали свои умения в ораторском мастерстве. Удивляли в конкурсе талантов. Ну и безусловно, ни один конкурс красоты не обходится без дефилия. Я первый раз пробовала себя в качестве участницы на такого рода конкурсе. Считаю, что это будет очень интересный опыт, в первую очередь для меня, потому что именно здесь я смогу показать все свои таланты, продемонстрировать свою какую-то грацию, красоту, ораторское мастерство в том числе. Поэтому мне кажется, что вспоминая студенческие времена, я в том числе буду вспоминать и такие мероприятия. Но обладательница титула должна уметь выделяться среди других не только внешними данными. Я считаю, что королева студенчества должна быть доброй, талантливой. Какие эмоции я жду от конкурса, это незабываемый опыт, который можно получить. Это общение с участницами. Будет очень тяжело выбрать королеву студенчества. Но я хочу пожелать всем удачи, так сказать, в этом конкурсе, и чтобы все прошло успешно. Каждую из восьми участниц оценивала по десятибальной шкале компетентное жюри, в составе которого были также директор модельной школы красоты «Элемоделгрупп» и победительница конкурса «Королева весна-2019». Будущую обладательницу короны впереди ждет республиканский этап. Это значимое мероприятие для студенчества, потому что это возможность продемонстрировать не только свою красоту для девушек, но и творческие способности. И в период подготовки это огромная возможность для ребят узнать друг друга лучше. Красотой, обаянием и талантами участницы покорили зрителей. А звание королевы студенчества Брестского государственного университета имени Пушкина получила студентка факультета иностранных языков Анна Кривецкая.